сто занятий я напомню вкратце о чем мы читаем это немай пандит великий ученый он очень учен единственное единственный кто понимает о чем он говорит это его гуру гангадас пандит все остальные большинство людей даже не понимают если он задает какой-то вопрос показывает некое свое божественное величие божественное положение если он задает вопрос то эта тема настолько глубока что оппонент не понимает даже суть вопроса настолько немая это было это была его задача это он не просто как бы ехидничает и подшучивает над людьми прикалывается и тогда издевается ну конечно же издевается это однозначно но как будет объясняться впоследствии комментирует сарасад такур его цель была в том чтобы впоследствии когда он скажет что воспевание святого имени это юга дхарма что это самое главное самое важное явление самая важная практика для этого века чтобы никто не посмел даже усомниться чтобы все знали что немай настолько великий ученый что если он что-то сказал значит так и есть и цель всего его вот этого превосходства иногда в риндаунда астакур описывает что иногда он был даже заносчив иногда тщеславен иногда он слишком яростно набрасывался на каких-то сильных оппонентов на других гуру которых были свои школы и как бы они тоже что-то вещали тоже какую-то истину но сарасад такур комментирует что господь непримирим он хочет благо каждому живому существу и те другие гуру они они какую-то частичную истину несли что-то свое немножко что-то по маеваде что-то просто по гиане что-то еще о чем-то но махапрабу желал высшего блага для каждого живого существа самого высшего он хотел чтобы каждый обрел связь именно с ним поэтому он чем ученый был человек тем с большей ярости он спорил с ним и принижал его достоинство делал его своим учеником все кто проигрывал в спорах становились учеником немая таким образом со временем у него была очень большая школа очень большая и сарасад такур комментирует что он по титу палом он друг и благожелатель всех живых существ и если он был чрезмерно заносчив и яростен и так далее и если кого-то он и принижал значит это была крайняя мера значит по-другому этот товарищ не понял бы что он ошибается и махапрабу обладал славой некого заносчивого ученого который ходит и спорит и побеждает всех в диспутах и сейчас мы читаем о том что когда он встречал преданных мукунду гадатхара мурари то он не был он не был агрессивен с ними но все же он также спорил и показывал что он также великий ученый но преданные обычно не спорили с ним и говорили внимая нам не интересно просто спорить по панья и по по всяким вот этим вот просто логике и тогда по всяким мирским наукам нам все это просто не интересно мы даже не хотим с тобой общаться и но в душе и между собой преданные когда собирались вот так на санкиртана собирались в общем кругу они они обсуждали немая они говорили немая так красив что мы не можем отвести от него глаз сам господь он был очень красив это все-таки был сам господь хотя он играл роль ученого он был очень красив как описывается и они говорили немай божественно красив но почему же он так заносчив почему он ведет себя как непреданный почему он не испытывает влечение сознанию кришны это ведь очевидно что это превосходящая наука это важнее чем какая-то ньяя логика грамматика корни суффиксу это вообще чушь какая-то вообще куда он загрузился и они обсуждали и однажды немая услышал их обсуждение и здесь он говорит что я сделаю так что кришна сможет увидеть каждый и тогда всем станет ясно что тот то есть я постараюсь сделать я сделаю так что вы увидите кришну непосредственно вы увидите его воочию и он говорит мои дорогие братья подождите немного пройдет несколько дней и вы увидите кришну прямо здесь на этом мы закончили у тхила кришне ра нам а парама мангала адвайта сахита сабы хайла вихвала когда раздался всеблагой звук киртана воспевание имен кришны адвайту и других предных охватило духовное блаженство пашандира маккя джвала саба геладура римата пулакита навадвипа пура боль в сердцах преданных утихал и вся покрылась в блаженство воспевание святого имени ахья яна сукхы прабху вишамбара рая нирам адхи джана нирам андамбадая господь вишамбар счастливо проводил дни в учебе и одаривал несравненной радостью свою мать шачи комментарии шигуру сундар хотел помочь всем живым существам обрести сознание кришны и мы именно с этой целью он являл свои игры обучения поэтому радость матери шачи росла день ото дня никто не должен думать что шачи деви не отлично от матери ешоды равна мая внешней энергии господа такие взгляды присущие последователям дурги мая деви внешняя энергия и мать вселенной не может стать матерью гору сундара джаи шиши гуру шигуранга шигирирать радха мата сундар джевки джаи люди жаждущие чувственных наслаждений карме вовлеченные в корыстную деятельность и умозрительную философию отдают при предпочтение вторичному значению высказывания писаний их сердца остаются глухими к первостепенному смыслу только те кто занимается служением господу сможет понять главный первостепенный смысл священных писаний такое понимание пробуждается в сердце живого существа она лишь по милости кришны здесь рассаде такур комментирует что это знание приходит к тому кто этого хочет реально если какое-то живое существо желают обрести чьи это милости она приходит и начинает служить этой личности подобным образом если если господь видит что живое существо хочет обрести его милости она хочет получить правильное понимание и так далее то это то для него явно что живое существо должно прийти и начать то есть вера без дел мертва но он должен начать что-то делать в этом направлении поэтому те кто действительно хочет обрести связь с миром совершенства с божественным миром он должен прийти и служить господу служить святым вот тогда изнутри из сердца он получит определенное вдохновение это называется сукрити он получит определенную веру и говорит что несколько людей читают одно и то же писание каждому является свой смысл свой смысл свой смысл священного писания но кто являет этот смысл вера вера внутренняя внутренняя вера каждого живого существа она являет именно именно тот смысл как какой это живое существо хотела бы увидеть если человек приходит к божественному с надеждой что бог наградит его какими-то материальными благами господь видит это и он посылает ему нужное вдохновение нужно так сказать нужный смысл писания и человек получает некую свою садхану то есть свой путь как этого достичь он видит в писаниях те или иные советы надо заниматься такими-то такими делами и он походу занимается этим если человек хочет образование славы еще что он получает такое но если он хочет связи с божественным то посредством внутренней веры чек в писаниях увидит все что связано с богом и советы как этого достичь поэтому писание написаны таким очень замысловатым образом сложным специально чтобы каждый смог увидеть что-то свое в них в них вроде говорят и это надо этим надо заниматься кришна бхагавадгити говорит в одной главе за займись карма йогой в другой голове голове этой павлиним пером это воткни себя в третью голову воткни себе здрасте вот так что здесь сара сайт такур говорит что если кто-то хочет постичь именно духовное образование хоть кто-то хочет обрести связь с богом с миром совершенства он должен прийти и и заняться каким-то служением в этом обществе он должен прийти и предложить себя тогда его желание будет показано на деле вера без дел мертва есть чек верит и хочет чего-то он посвящает свою энергию этой личности или этому явлению какого-то какой-то группе людей или еще что-то поэтому сара сайт такур говорит есть ты хочешь обрести связь с кришной приходи и служи к кришне и господь и посредством внутреннего вдохновения он направит тебя в эту сторону если какие то вопросы связи с этим или связи с другим может в бхагавадгите кришна говорит он дает определение что такое служение во многих главах не в одном месте он говорит служение это деятельность а вернее бескорыстная деятельность направленная на божественное это сама деятельность либо ее плоды когда человек начинает жертвовать что-то бескорыстно для бога это господь принимает как служение и абсолютно не важно какого вида это деятельность поэтому видов деятельности очень много главная цель деятельности цель деятельности это обрести обрести влечение господу в конечном итоге любовь в конечном итоге да мы мы живем в этом мире и пытаемся обрести связь с максимально совершенной личностью чтобы и тем она была хороша и этим и пятым и десятым но такими характеристиками обладают только господь и его чистые преданные поэтому в этом мире нам пока приходится довольствоваться чем-то частичным мы смиряемся с теми или иными несовершенствами так сказать наших друзей или наших подруг других каких-то обстоятельств поэтому душа жаждет чего-то совершенного и это ее желание обрести связь с господом конечно но мы не можем просто сидеть рядом с богом и не испытывая к нему никаких чувств за какой стайл даже с большей радостью человек начинает обмениваться чувствами с чем-то несовершенным чем вообще не обмениваться чувствами ни с кем говорится одиночество самая самая так сказать да самое тяжелое чувство самый тяжелый период даже освобожденные личности которые достигают освобождения от привязанности к страстям этого мира они не привязаны ко вкусам к запахам к тактильным ощущениям и так далее они достигли освобождения но в процессе своей практики пока не достигали освобождения они не обрели преданность господу и они не видят его господь скрыт господь открывает себя своим преданным по своей воле и если тот кто стремился к освобождению не занимался служением господу не пытался установить с ним отношения он достиг освобождения он видит себя как душу других как духовных живых существ но бога он не видит поэтому причина да да он одинок и он поэтому майвади также это очень сильная организация если действительно настоящие майвади люди те кто осознал браман осознали себя их не сдвинуть с этой позиции они действительно видят что они души другие живые существа души их не переубедить никакой гьяной ничем но господь им не открыт и они говорят мы видим все но бога не видим его нет они не могут спастись мы видим брамана если они займутся такой практикой теоретически конечно все возможно в бхавадгите Кришна говорит что лишь немногие становятся на этот путь потому что они обрели знание знание иногда может приводить к гордыне оно может помочь в нашей практике оно может осветить нашу дорогу путь нашей деятельности но также можно возгордиться что я много всего знаю и майвади они знают максимально об этом мире то есть они достигли максимум знания об этом мире они знают полностью из чего состоит этот мир все законы по которым он работает и даже больше они знают дух они постигли браман то что находится за пределами этого мира поэтому нет пока не постигли параматмы постигают йоги описываются и поэтому они все знают об этом мире они видят источник источник постепенно энергия духовная энергия браман постепенно становится материальной энергией они видят этот переход и они уверены что никакого бога нет а бога не видно и они видят каким образом из духовного так сказать сияния из духовной такой материи проявляется материальный мир они видят как все устроено и когда приходят какие-то кришнаиты или другие предные говорят понимаете во главе всего стоит бог они говорят а где мы все видим ты прочитал это в книжке а мы реально все видим что ты нам тут затираешь ну а куда они потом окончание своей жизни ну вот мы начали с чего говорить что одиночество самое тяжелое явление этого мира поэтому майвади со временем они они идут на компромисс они снова вступают в отношения с несовершенными живыми существами в материальном мире и снова так сказать начинают жить в этом в этом мире да оставляют свое положение как нежелательное несовершенное это может быть говорится что много раз такое может быть много раз потому что Джива забывает что она кем бы она была даже неделю назад не говоря уже о том кем она была в прошлой жизни а какая причина у вас вообще на роде как она как она как она как она как она и зависть кришне и зависть кришне трудно сказать в конечном итоге какая именно причина не хотя но по-другому знаете бхактивдан с вами махарадж называл это беспричинным нежеланием служить кришне просто беспричинным а кстати вспоминаю что совсем недавно пару страниц назад Сарасвадь Токур Сарасвадь Токур давал комментарий на эту тему как раз и он писал что преданность преданность Господу три явления преданность Господу непосредственное лицезрение Господа и полное полное так сказать отвращение от материальных привязанностей это явление одновременное это происходит одновременно то есть развивается некая преданность является Господь и человек полностью обрывает связь с этим миром не описано что в каком порядке но в целом Сарасвадь Токур говорит что три этих явления лицезрение Господа преданность Ему и потеря всякого интереса к матерями жизни это одновременно такое событийное явление то есть Господь явился человек сказал о да да это то что я искал а вот это то что то что мне не надо и все и как бы одним моментом одним действием одним своим явлением Господь делает совершенным полностью жизнь той души кому он явился то есть своему преданному некому то кто совершал некие усилия садхана некие попытки служения Госуду в один из моментов Господь видит что этот человек действительно серьезно настроен как в случае с друвой Махаражем да прохлад амбариш и так далее многие цайджанак аниме многие чатурсаны Багава там описывает многих личностей как у них происходило как у них происходил этот переход они совершали некие попытки они совершали некое служение некое занимались некой практикой и в один момент им являлся Господь как с друглым ну прямо Господь явился и друвой говорит оооооооо Господь а я то хотел царство но сейчас я уже не хочу царство сейчас я уже хочу только быть твоим слугой твоим преданным и больше мне ничего не надо то оить одномоментно все сразу происходит в один момент но перед этим Джива Должна, ну, как это сказать, убедить, что ли, Господа, что она хочет именно этого явления. То есть, какое время Господь смотрит на это? С Друвой Махараджием это было полгода. Полгода Друва совершал аскезы. Друва, маленький Друва, пятилетний ребёнок совершал аскезы в лесах. Но это в этой жизни, это его некое конечное. Бхагава там говорит, что Друва уже пришёл сюда некой великой душой, которая в прошлых жизнях также совершала определённые аскезы, занималась определённой практикой. И именно поэтому в пять лет он так серьёзно мог заняться практикой, что все полубоги стали, всё-всё, это очень крутой чувак, очень серьёзный. И молились Вишну, что приди, помоги ему, разрули всё, потому что он очень серьёзно настроен. Он уже накопил, за полгода он накопил столько мистической силы, что мы боимся, что мы боимся за Вселенную. Но какое время мы проведём в нашей практике, точно никто не говорит. Я не слышал нигде упоминаний. Но в целом говорится, что сада на бахте — это попытки нашей деятельности в этом направлении. в течение какого-то времени они приводят к результату, что Господь, Он сжалостливится над этим живым существом, и по милости Он является и спасает его из этого явления, куда живое существо по своей свободной воле само попало. Без слушания не будет воспевания. Что мы будем воспевать, если мы не услышали? А важнее, что мы можем видеть Кришну, просто воспевая Его имена. И мы сразу всё поймём, когда мы видим, в этот памятник. И для этого не надо будет ничего слушать и читать о них. Просто мы видим и всё понимаем. Ты меня тоже как-то осказывание о Кришне и читании тоже как-то оляет, да же? Это нельзя разделять, да? Я слышал, если вы нельзя разделять, а по практике идёт одна другую. Да, так сказать, правильно. В Бхагавадгите сам Кришна упоминает об этом. Тадвидхи, пранипатана, парипрашнена, сэвая. Ты должен приблизиться к духовному Учителю, который обрёл связь со мной, к той Личности, у которой есть связь со мной, тот, кто достиг настоящей цели, настоящей свободы. Ты должен полностью отбросить весь свой опыт, все свои прошлые взгляды, все свои ценности, задавать Ему вопросы и служить Ему. И по милости духовного Учителя, когда Он этого захочет, это знание из Его сердца перейдёт в твоё сердце. И в своём сердце ты увидишь Господа. Так говорит Кришна. Упады кши анти те жанам, жна на нам татва даршанам. То есть, то, кто обрёл татва, истину, даршан, некое откровение, истинное откровение, та Личность способна дать, поделиться этим откровением, открыть в твоём сердце подобное явление. Поэтому это также происходит не просто через воспевание или просто через слушание. Откуда мы взяли эти процессы? Кто нам сказал, просто слушать или воспевать? Приехали некие Личности с Востока и сказали, ребята, вот такая практика, мы получили её от своих учителей. Поэтому без Гуру не происходит ни один процесс. Гуру является центром, Кришна говорит, я прихожу как Гуру. Гуру – это некая Бога вдохновлённая душа, очень предная Господу. Поэтому Гуру посоветует нам больше воспевать или больше слушать, или больше заниматься служением. Главное, чтобы Гуру был татва даршанам. Получившим истинное откровение. Это самое главное. Кришна говорит, ты должен найти именно такого Гуру, татва даршанам. Ты должен постараться. Шрилашидар Махараш говорит, что Писания приведут нас к истинному Гуру. То есть, если мы изучим Писание, мы поймём, кто является истинным Гуру, а кто обманщик, кто просто делает вид, что он Гуру, просто собирает деньги или последователей, и так далее. Писание приведут тебя к Гуру, а Гуру даст тебе дальнейшее глубокое знание Писания, и даст тебе всё остальное. Поэтому это всё взаимосвязано. В самом начале, конечно же, мы слушаем что-то от кого-то, читаем сами книги, ещё что-то, но впоследствии мы должны, не то, что мы должны, а это будет нашим естественным желанием повстречаться с какой-то совершенной Личностью, чтобы с минимальными ошибками, с минимальными потерями действовать в нашей духовной практике. Потому что мы не знаем сейчас, что именно нам делать, в чём именно состоит сейчас наш долг. Потому что на каждом этапе духовного развития он состоит, долг разный. Как на протяжении жизни человека у него разные виды долга. В детстве он должен играть, ходить в садик, потом должен ходить в школу, учить уроки и так далее. В юности другие долги, в зрелом возрасте другие. Долги также меняются. И на протяжении жизни человека ему постоянно кто-то, то мать, то другие живые существа, то полиция, то ещё кто-то. Они говорят о его долге. Напоминают, твой долг такой-то. Любить Кришну, да? Любить Кришну, полиция иногда напоминает, да. Поэтому духовный учитель или чистые преданные другие, гуру, саду, шастры, три явления. Три источника, из которых мы можем подчеркнуть для себя информацию. Самые надёжные, с ними быстрее всего будет. Быстрее, надёжнее и веселее. Поэтому, если человек действительно стремится развить в себе эти качества, он естественным образом будет стремиться найти совершенную Личность. Потому что он видит, что сам он часто совершает ошибки, он не знает, какова сейчас моя ступень духовного развития. Что именно я сейчас должен делать? На что налегать? Мантру повторять? Или книжки читать? Или больше деятельностью какой-то заниматься? Или там Арчина? Много видов служения есть, много видов практик. На что именно? И если нет такой Личности, то человек сам что-то пробует, у него не получается, всё заканчивается крахом, он впадает в уныние, оставляет практику, через некоторое время видя опять пустоту этого мира и всю фатальность, он снова встаёт на духовный путь, снова берёт какую-то другую практику и так далее. Это череда ошибок, череда опыта, трудного опыта. Но с гуру всё веселей. Проблема только сложно слушать гуру, потому что иногда кажется, что он сейчас, по-моему, не том мне, что-то загоняет, вообще такую трудную мне даёт практику, вообще, по-моему, он меня не любит во всем. Лучше я сам что-то почитаю. Я на своём опыте убеждался в этом, когда что-то говорят, думаю, не-не, ну, это уж точно, по-моему, загнал чувак, это не может быть, что мне сейчас надо было этим заниматься. Поэтому везде есть свои сложности. Трава зеленеет, только кажется, на другом берегу реки. А так, она там такая же, как и на этом берегу. Где-то кажется, как говорится, легко там, где нас нет. Любая работа кажется лёгкой и высокооплачиваемой, счастливой, пока мы на ней не начали работать. Кажется, вот если бы я там был там, тогда было бы хорошо. про пранаяму я ничего не слышал, к сожалению. Я слышал, что он говорит, что в 4 главе он говорит, что некоторые йоги занимаются пранаямой, некоторые йоги занимаются аштанга-йогой, некоторые йоги предлагают чувства объектам чувств, некоторые йоги предлагают на алтарь сами Сами объекты чувств Некоторые йоги изучают писание И так далее Он говорит, очень много людей занимаются Различными видами практики Но самая высшая и самая сильная практика Это гьяна йога Изучение писания В этой главе, в сравнительной характеристике Он проводит некий срез И он говорит, что я не буду всех классифицировать Но самое быстрое Это сразу изучить писание Как есть, исследовать этой традиции Он говорит, что это самое Самый надежный путь А пранаяма Это вообще-то часть Аштанга йоги Она не может привести Дать полный плод, понимаете? Она может помочь Обязательно 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 поможет Мы можем с Чеченых храмом Там энергично успевать Энергично Вот чувствуется, что вы пранаямой Занимаетесь хорошо У вас вот такой очень блаженный вид сейчас Такой хороший Это после пранаямы? Да Да вот Я думаю, что Кришна не ошибся Что все-таки пранаяма Это нормально Но она не даст полного плода Без словно Пранаяма Это Яма, не яма Асана пранаяма Это четвертая стадия Восьмиступенчатая Аштанга йоги Четвертая стадия Но она требует Требует Усилия Она не только усилий требует Она требует Определенной квалификации Она требует Определенных обстоятельств Она требует Многих вещей Чтобы заниматься пранаямой Воздух должен быть чистый Вот Нельзя кушать Когда ты занимаешься пранаямой Нужно уже поститься То есть До того, как мы занялись Этой практикой До того, как человек занялся Прана Пранаяма Это когда человек Прану Берет из воздуха Понимаете? Это когда человек перестал В начале рекомендуется Самая начальная стадия То есть В самом начале На этой стадии Человек Отказывается от праны Из еды Он прекращает постепенно В начале он Прекращает есть Зернобобовые Потом он прекращает Есть Всякие Фрукты, овощи Потом он прекращает есть Всякие Орешками питаются Еще чем-то Там описываются разные Бхактинутакор Описывает это Все подробно Все интересно Можно почитать Потом постепенно Человек Берет прану Только из воды Он прекратил Поступление пищи Вообще Вот Постепенно Он Очищается Настолько Его надей Его каналы Там Чакры Макры Что он способен Теперь Брать прану Из воздуха И тогда Только начинается Стадия Прана Ямы Когда человек Начинает теперь Прану Брать из воздуха Все это для того Чтобы Утвердиться В очень серьезной И в очень глубокой Медитации Чтобы человек Не отвлекался На еду На воду Понимаете Медитация требует Потом Идет стадия Тхяна Вот Когда человек Занимается Медитацией И эта медитация Она должна быть Очень долгой И не Так сказать Как так сказать Когда Не Непрерывной Непрерывной Она должна быть Она станет Глубокой Только тогда Если она будет Долгой И непрерывной Человек все Глубже и глубже Погружается Но для того Чтобы у него Была энергия До этого Он должен Он должен Отказаться от еды И от воды Чтобы у него Была энергия Заниматься Этой практикой Поэтому человек Этот йог Он Он вначале Учится Брать прану Из воздуха И потом Он только дышит И то Достаточно редко Вот И только тогда В общем Это все Не так просто Понимаете Чтобы достичь Совершенства Аштанга В аштанга йоге Восьмиступенчатом пути Господь рекомендовал Этим заниматься В сате и югу Когда люди Жили очень долго Был чистый воздух Было Были сильные люди И в целом Людям требовалось Десятки тысяч лет На этом Большинству Вишваметра Муни Потратил на это Шестьдесят тысяч лет Вишваметра Слышали? Он был царем И он захотел Стать Крутым мистиком Браманом У него ушло Шестьдесят тысяч лет Смотря какая цель Если вы хотите Лицезреть Господа Посредством этой практики То он наверное Не имеет смысла Говорится что Воспевание Святого имени Просто призывание Господа Имя настолько Сильно Что Господь Приходит на зов Это гораздо Более легкая И гораздо Более Сильная практика Он сам Принес ее В Калиюгу Харинам Санкифтам Поэтому Если просто хочется Для здоровья Подышать Йогой позаниматься Это вообще нормально Можно приходить К нам У нас цены Небольшие Можно там Йога-центр У нас такой Хороший Кришнаинский Вот у нас Батюшка Преподает Преподает У нас Такой Отец Арсений У нас все Не формальное Так сказать Конечно Так в конечном итоге Даже отказ От воздуха Он так же происходит Да И из города И вообще От желания Это делать В свое время Я тоже думал Может этим путем Пойти И желание Быстро Улетучилось Когда я узнал О подробностях Этой практике От города От города От города Человек Кришна говорит Бхагавадгите Об этом Он говорит Этот Йог Начинающий Он должен найти Место Очень чистое Где-то Не слишком высоко Но и не слишком низко Оно должно быть В горах В средних Где-то В средних горах Оно должно быть У реки Оно должно быть Обязательно Около леса Там только место Надо выбирать Очень сложно В общем Все сложно Сложно В кальюгу Все просто Конечно В теории Но когда Дело касается Практики Возникают Определенные Непредвиденные Обстоятельства Возникают Сложности Но все равно Даже этой практикой Рекомендуется Заниматься С гуру Только Тот который Достиг совершенства Без гуру Не рекомендуется Заниматься Даже Просто дышать Или отказываться От еды Хотя кажется Что за сложное Перестал есть И все Очень много Людей умерли Которые Погибли Которые шли Этой практикой В свое время Даже в сатте-югу Которые Что-то не так делали Причем Бхакти-Венод Описывает Что Люди погибали Даже еще На первых стадиях На стадиях Очищения Яма-не яма На самых первых От капища Нагибли Все Просто яма-не яма Без Блокат Без 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 Капища Это Определенное Очищение Неправильно Почистился И все Там же Идут Яма И не яма Стадает У меня Шли Не продел Честно Нет Не только Это еще Определенное Очищение Организма В процессе Этого Не просто Питание Определенное Очищение Организма Почитайте Эта Книга Называется Да Давно уже Читал Я просто Может быть Лет 5 назад Даже Не вспомнил Но в целом Мы особо не углубляемся В этом Мы не идем Этим путем Мы пропагандируем Путь Махапрабу И мы говорим О воспевании Святого имени Мы говорим О некой Вайшнавской Духовной практике Шаваном Киртаном Вишнок Смараном Поэтому Мы больше Обсуждаем Это Мы не говорим Что другой путь Невозможный Не ходите Все остальные Секты Мы самые лучшие Нет Мы об этом Не говорим Просто Мы пересказываем Слова святых И самого Кришны Который говорит Что Это очень сложный Путь Сложно будет Если пойдете Другим путем Будет Крайне сложно Достичь результата Скорее всего Невозможно Поэтому Мы никого Не Так сказать Стараемся Не пугать Не отговаривать Но Так же Мы пропагандируем Именно этот метод Воспевание Святых имен Предлагаю Им и заняться На сегодня Может быть Информация Достаточно На 55 Странице Баржан Попоем Немножко Харинан Страницей Харьи Харайя Намах Кришна Ядовая Намах Немножко Ядовая Харьи Ядовая Иван Ядовая Ядовая У нас У нас Кришна Продолжение следует... 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 Продолжение следует...